У нас в управлении ведется четыре государственные услуги, которые мы обслуживаем. Первая государственная услуга – это наружная визуальная реклама. Для того, чтобы воспользоваться этой государственной услугой, необходимо по перечню документов – это заявление и эскизный проект рекламы. Эта услуга получается через электронный портал «Правительство для граждан», «ЕГОВ». На сегодняшний день у нас на местной сети еще не поступало заявок по наружной визуальной рекламе. Также у нас есть государственная услуга – это выдача лицензии на нерегулярные пассажирские перевозки автобусами, микроавтобусами внутриобластном, международном, внутристрановом направлении. Для того, чтобы официально заниматься пассажирскими перевозками, необходимо получать такие лицензии. Для этого необходимо иметь транспортное средство, либо документы на него, право аренды. Также производственная база, обязательно договора на прохождение медицинского осмотра водителей. Также эта услуга получается через электронный портал, через «ЕГОВ». Срок получения – 5 дней. Также в управлении выдается государственная услуга – это выдача удостоверений на право управления самоходными маломерными судами. Для получения этой государственной услуги необходимо пройти обучение, также пройти тестирование в Центре обслуживания населения. Для того, чтобы подать эту услугу электронно, необходима медицинская справка и две фотографии 3х4. Эта услуга у нас в течение трех дней исполняется. На сегодняшний день у нас около 15 удостоверений выдано. В текущем году пока еще заявок не было. Также у нас государственная услуга реализуется – это субсидирование убытков перевозчиков, связанных с осуществлением пассажирских перевозок постоянных. На сегодняшний день у нас государственная услуга узконаправленная, только для перевозчиков, которые занимаются постоянно маршрутами. Это 43 маршрута внутри области. Данная государственная услуга у нас оказывается перевозчиками, осуществляющими внутриобластные социально значимые маршруты. Услуга предоставляется в течение пяти рабочих дней. Одна из востребованных государственных услуг среди населения – все-таки получение удостоверения на право вождения маломерными судами. Пока эта услуга самая востребованная для нашего управления. В целом управление охватывает больше населенных пунктов пассажирскими перевозками. Сейчас активно ведутся конкурсные процедуры, разъяснительные мероприятия. Что касается ремонта автомобильных дорог, в этом году поддержаны средства в размере 34 миллиарда тенге. Позволит охватить всеми видами работ около 650 километров. Это по утвержденному бюджету. Также планируется увеличение бюджета с местного. Это при уточнении. Ну, я думаю, еще около 50 километров охвата мы получим по внутрипоселковым дорогам. Также активно будет вестись ремонт улиц города Петропавловска. Для этого предусмотрено на средний ремонт 4 миллиарда тенге. Также на текущее и благоустройство еще около 2 миллиардов тенге. В целом в городе Петропавловск объем на 6 миллиардов, а сумма 28 миллиардов включает все дороги и области, а также улицы, сел. По итогу текущего года хотим добиться состояния областной сети более 84%. В настоящее время у нас 78%, но уровень амортизации нам не дает идти с большими какими-то охватами. То есть амортизация обусловлена большегрузными транспортными средствами и тем, что у нас все-таки темпы работ и логистика региона немножко усложнены. Но мы уже не первый год производим такой метод, то есть это заготовка материала в зимний период и проведение конкурсных процедур до начала нового года. То есть подрядная организация, понимая, что будет задействована на определенных участках, она заготавливает определенное количество битума, щебень, он у нас весь практически из Кокчитава. Также подбор персонала и обновление техники ведется в зимний период. Вот это вот один из таких принципов для того, чтобы именно в дорожно-строительный сезон, он у нас короткий, охватить большую часть работами. Ну, вообще в целом в области, кроме нашего управления, реализуют проекты и на республиканских дорогах. Это национальным операторам Казахстажов. У них в текущем году тоже большие объемы работ, они не входят в тот пул, который я вам говорил. То есть это такие направления, как Николаевка-Сергеевка, автомобильная дорога республиканского значения. Там ведется средний ремонт, на сегодняшний день уже техника мобилизирована. Ведется работа практически на 46 километрах. Также будет реализовано направление начатой работы по Кшкиниколь-Талшик, участок. Это у нас один из отдаленных районов. И там капитальные виды ремонта. Работы только начатые. В этом году будет активно вестись также заготовка материалов и обустройство объездных дорог. Водопускные сооружения будут монтироваться на отдельных локальных участках. В проекте предусматривается транспортная развязка. Это что касается республиканских дорог. На местных дорогах у нас, в принципе, во всех районах ведется практически одинаковое финансирование. Если взять большие куски, то у нас получается Салмаколь-Ново-Ишимка. Между двумя районными центрами продолжается капитальный ремонт. Также начат средний ремонт. Это уже от границы Габита-Мусрепова до села Ново-Ишимское. Будет начат капитальный ремонт моста. Он у нас также находится в районе Габита-Мусрепова. Средними ремонтами будут охвачены также участки дорог. Но это в каждом районе. У нас идет сейчас проектирование усложненных участков. Это Смирнова-Хьяло и Хайран-Коль-Благовещенка. Мы хотим в этом году также в конце сезона выдать определенные средства на заготовку материалов. Я активно на следующий год уже перейти к ремонту этих участков. Смирнова-Хьяло и Хайран-Коль-Благовещенка.